Вот. Значит, получается вот такой вот вклад вершины В. И мы тут посчитали по формуле Айлера, что сумма отрицательна. После этого мы его решили богатство переделить. Что все будет больше, равно нулю, и получить противоречие. Исправим вклад так. Мы от вершины В... 8 вершин остаются на месте. 7 вершины получает по 1 треть от каждой большой, которая смешно по-хорошему ребро. А хорошее ребро, которое входит только в 2-4 грани и не входит в грани треугольники. Вот. А 6 вершина хитро получает. Мы скорее определяем, как большая вершина дает 6 вершинам. Мы берем 3 соседних ребра из большой вершины В. У Х, где средняя из них В, это G6. 6 вершин. И если 2 по краям не пересекает множество больших вершин, то есть они обе там какие-нибудь восьмерки, не знаю, то В получает единицу от Х. А иначе, если среди них есть хотя бы одна большая, получает 2 трети. Почему так понятно? Потому что если среди них есть хотя бы одна большая, от нее, наверное, В тоже может получить. А если, наконец, если Х смежно с триадой У, В, 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 это значит, что Х большая, У и В восьмерки, В шестерка. Ой, так я и не справил этот то-то. О, сейчас. То В получает от них единицу. И мы выяснили, что маленькие вершины получают достаточно, то есть что они стали неотрицательными. Теперь нужно доказать, что мы не слишком сильно пограбили большие вершины. Кроме того, есть особые случаи, это вершины цикла С крайнего, если он есть. Потому что они все признаны большими, то есть они отдают свой... Вот, все, нашел этот то-то. Правильно нашел то-то или еще одно было? Да, правильно нашел. Вот, значит, такое дело, теперь мы, теперь мы идем обратно. Мы вам доказали, что невозможно куча разных конфигураций. И с помощью этого выяснили, что малые вершины, шестерки, семерки, даже восьмерки, типа не сидят кучно в нашем этом мире. Вот, и благодаря этому нам удалось доказать, что малые вершины имеют неотрицательный вклад. Восьмерки вообще не меняет, значит, теперь девятки, десятки и больше. Но сначала начнем с простого. Неотрицательный исправленный вклад в вершин цикла С. Напомню, вот этот цикл С, он имеет длину 5, 6 или 7, да? Есть три версии. И мы хотим доказать, что если В из цикла С, то мюштрих от В, исправленный вклад, неотрицательный. Давайте мы цикл С обозначим С1, С2, тогда и СК его вершины последовательно. И будем доказать, что мюштрих от С2 хотя бы 0. К это 5, 6 или 7. Разбираем три случаи. Первый. С от С2 равно 2. Что такое С? Напомню, это степень. В нашем графе H она и есть. Двойка плюс количество четыре грани. А двойка уже есть степень прямо на цикле, да? И более того, тогда эта двойка и есть, а грань не четыре грани, а три грани. То есть такое треугольное ухо отрезано. Ну, этот случай невозможен. Почему? Потому что тогда посмотрим вот такой цикл с отрезанной С2. Он явно цикл с такой же вунтренностью. С меньшей вунтренностью, но с таким же количеством вешенную 3, как и исходный. Поэтому он явно не больше, чем 7 циклов. Значит, мы должны были вместо вот этого исходного цикла явно взять вот этот. Поэтому отрезать ухо у нас нельзя. Поехали дальше. То есть в случае с пункта А мы сразу с негодованием отметаем. Переходим к случаю С от С2 равно 3. Это случай, изображенный на рисунке B. Почему? Как может быть С2 тройка? Это значит, что либо, что, во-первых, уже есть две вершины. Нужно добавить еще одну единицу. Если бы мы ее добавили за счет ребра, которая идет внутрь, к вершине, то было бы две соседние три грани с С2. Так не бывает, мы это уже знаем. Значит, получается, это там четыре грани, которые добавляют единичку. И пусть это С2, С3, С1, С2, С3, С2 штрих. Вот так. С2, С2 штрих диагональ, которая добавляет единичку. На этот раз мы не можем сказать наглое утверждение, что вот этот вот цикл меньше. Потому что он-то меньше, но внутри его на одну вершину меньше. Поэтому хочу сказать, что единственный случай, когда мы не можем так заявить, это когда внутри цикла С исходного было ровно две вершины С2 штриха, вот это какая-то В. Потому что иначе мы взяли бы вот такой цикл, он был бы двиной тоже не больше, иметь строго меньшее внутренность, значит, в нем ровно одна вершина, чем бы взяли его вместо исходного цикла С. Остается рассмотреть вот такой вот случай в этот раз. Да, дальше при С2 больше, такие аргументы проходить уже не будут. Ну и что же мы имеем? Значит, внутри С2 ровно одна вершина В, а у Инта С ровно две вершины В и это С2 штрих. Мы знаем, что ВС не более чем семерочка исходная. Значит, и ВС штрих тоже не более чем семерочка, но точно такое же. Теперь, что такое АТК? АТК – это хотя бы С от С2 плюс С от В минус 6. Откуда берется минус 6? Ну вот С2 и В имеют две общие грани, да? Это могут быть либо треугольники, либо… Так, это может быть либо треугольник-четырехугольник, либо два четырехугольника, да? Если два четырехугольника, то считается шестерка. Потому что вот эти четыре считаются два раза, и еще мы считаем С2 штрих для В и В для С2 штриха. Если одна из этих треугольников, то считается пятерка. А, а что вы считаете? Я считаю С от С2 плюс С от В. И понимаю, что все соседи С2 штрих и В – это они сами двое и вершина цикла С. Ну все соседи в смысле С. Это либо соседи, либо концы диагонали четырехграней. Да. Значит, если я посчитаю все это, я посчитаю максимум 7. Ну 7 или 6. Потому что это не может быть пятеркой, иначе внутри пятерки была бы одна вершина В, так тоже не бывает. К, В, С? Да, но 6 или 7 обязательно. Вот, но как я могу через С от С2 и С от В оценить К? Я утверждаю, что К хотя бы С от С2 плюс С от В минус 6. Вот если у них вот С2 и В соединены рябом, и у них две общие грани. Если обе эти грани четверки, то надо вычесть 6. Потому что эти четыре, эти вершины, эти вершины посчитают два раза, и еще один раз лишний раз насчитают С2 штрих, лишний раз насчитали В. А если одна из них треугольник, то надо вычесть даже 5. Потому что это общее. А два треугольника и не может быть, но вышли бы 4. Ну получается, что тогда эта парочка, это либо 6,6, либо 6,7, чего не может быть. Потому что 7 хотя бы это 2 минус 6. Значит, это 7,7 или 7,6. С считается только внутри цикла. А оно не может вывести С2 штрих и В наружу. Вообще, С считается только внутри цикла. Для С-шек, да, именно так, правильно говорите. Но от С2 штрих и В больше некуда деваться. У нас вообще больше ваш нет вершин. Ну, в общем, в этот случай тоже невозможно. Теперь давайте перейдем к случаям, которые возможны. Вот они тут изображены. С-С2 хотя бы четверка. Тут есть какие варианты. Смотрим на С2, С1 ребро. Это значит, либо 3 грань, либо последовательные 2 вершины, 4 грани. С2 и С1. Тогда тоже здесь можно ответить вершину В1. Так что вот В1. Давайте вот смотрим В1, С1. Это первое ребро С2, С1 в эту сторону. Первый выход внутрь цикла. Тогда либо это треугольник, либо это четырехугольник, лежащий на ребре С1, С2. И сейчас еще надо показать, чтобы В1 и Х вот эти строго внутри. То они могут быть на границе цикла? На границе цикла не может быть, потому что у цикла тогда будет хорда. Если хорда цикл отрезает одну или две вершины, у них будет слишком маленький. Тогда можно уменьшить цикл. А, цикл как раз размера... А если цикл размера 7, то ведь можно... Ну, одна хорда все равно его сделает маленьким. Даже если она отрежет 3, будет только меньше. Если сделала четверка, так это вообще противоречие. Хорду цикла нет. Надо будет мне это, пожалуй, вписать в начало, логично. Что хорду цикла не может быть. Это правда. Значит, получается, что В1 и Х это... И В1 в этом случае это обязательно вершина внутри. Так. Теперь аналогично можно прийти в вершину В3 для С2, С3. Вот здесь она будет. Но В3 будет ближайшая... В3 будет выход с этой стороны для С3. Она не может совпадать с Хом В1? Нет, потому что А с Хом теоретически может. С В1 нет. Да. В этом случае с В1 совпадать не может, потому что С2, В1 тогда было бы ребро, по которому кончатого треугольника. Поэтому... В1 не равно В3. Ребра С1, С2. Да и вообще ребра С1, С2 и С2 принадлежат разным граням. Потому что здесь серебро точно торчит внутрь. Если бы оно не торчало, то у С2 был бы маленький этот самый... Разным граням и не треугольником. Поэтому они разные. Но и грани разные, потому что у С2 хотя бы четверочка. Значит, давайте посмотрим сюда. С2, С1, В1... В1 может быть три грани. Тогда С2 ничего не передает В1. С2 большая вершина, вершина цикла считается большой. И ничего не передает В1. Потому что какая бы В1 ни была, это ребро плохое, С2, В1. Правда? Значит, В1 не может быть шестеркой, там не может быть плохих ребр. А даже если она семерка, мы плохим ребрам не даем. Значит, триада здесь тоже не пахнет. Потому что по триаде передает не по ребру, а по диагонали. Значит, по-любому, С2 вершине В1, которая одна из ее соседей, в смысле С, ничего не дает. А аналогично С2 ничего не дает В3. Если треугольник. Теперь, если С2, С1, В1, Х, это четыре грань. Тогда тоже С2 вроде бы должна давать В1. Но не дает. Почему? Потому что она дает только, если это триада. Но чтобы это была триада, надо, чтобы С1 была СВ8. Вершины СВ8 все внутренние. Поэтому в этом случае это не фиксируется с триадой, даже если В1 шестерка. С2 В1 тоже ничегошеньки не дает в этом случае. А и кто? А, неважно. Я хочу сказать, что В1 не дает. Ну, да, СВ1 не дает. И точно так же она не дает В3 ничего. Значит, С2 не передает ничего В1, В3, а также С1 и С3. В четырем вершину. Сейчас дает не больше, чем СС2 минус 4. Но у нее был вклад СС2 минус 4. В том-то дело, что у вершин цикла было минус 4, а не минус 8. Ну, вот. Значит, исправленный вклад не отрицательный. А С3 делить на 3 там не было? Нет, С3 делить на 3 было только в плюс. А, в этих не сказать. Да, тут надо заменить на Ге, да. Сейчас. Это я срочно сделаю. Так, надо найти это место. Вот оно. Да, это мой косяк. Это я не написал. Но Ге здесь явно корректно. Еще надо будет добавить, что нету Хорд. Главное не забыть. Да, Ф3 на 3, конечно. Но Ф3 на 3 прибывает в плюс, а мы смотрим за учитаемый. Вот теперь вводи корректно. Спасибо. Теперь, значит, переходим к следующей части. Не отрицательный исправленный вклад в больших вершин. Что они не отрицательны слишком много. Больших вершин имеется в виду не вершин цикла. Вершин цикла проверили. То есть у нас на этот вклад уже минус 8. С плюс Ф3 на 3 минус 8. Сначала я закажу общее утверждение. Он совсем простое. Которое поможет нам меньше перебирать. Пусть В большая вершина типа КЛ. Напомню, К это степень, Л это количество граней четырехугольников. Причем 2К минус Л хотя бы 8. Или К хотя бы 8. Либо одно, либо другое выполняется. Тогда минус штрих исправленный вклад хотя бы 0. Всегда. Я хочу сказать, что 2К минус Л хотя бы К. 2К минус Л хотя бы К. Сейчас, что же такое? Эти все-таки это... Да, четырехугольники. К плюс Л. К плюс Л это... 2К минус Л хотя бы К. К это эти самые строчки. Значит, значит, сейчас 2К минус Л хотя бы К. И забываешь, что уже рассказывал. Мозг засыпает. К это у нас количество. Вот есть какое-то количество вот этих К и вот эти трехугольников. Этих Л. Ну, понятно, что Л не больше, чем К. Действительно. Л это количество граней, которые входят в наши вершины, равно К. То есть, Л не больше, чем К. Так это 2К минус Л хотя бы К. Так что, если К хотя бы 8, то все тривиально. Значит, нам достаточно рассмотреть первые условия. 2К минус Л хотя бы 8. Давайте найдем количество хороших ребридов, где-то К-штрих. Вот, за той вершиной хорошая ребра только одну. Вон, где две четырехугольники, да? Есть эти треугольники. Значит, В отдает не больше, чем по единице вклада каждой смежной с ней триаде и смежной по хорошему ребру малой вершине. Мы знаем, что триада использует два хороших ребра. Почему? Потому что, если вот это, скажем, триада, то мы должны отсюда передать вот сюда, этой вершине. Тогда эти ребра хорошие. Причем мы знаем, что триады не пересекаются. У нас была рема про то, что две триады не имеют общих вершин вообще. А эти ребра, что это не доказывает? Нет, у триады, в принципе, ребра будут хорошие, потому что... Да, это мы сейчас доказываем. У триады это шесть, это восемь, это восемь. И мы знаем, что шесть не может быть смежной с восемь, типа пять три, Оля. Если шесть и восемь смежны, то она четыре четыре. Поэтому мы знаем, что триада занимает два хороших ребра. Значит, триада занимает два хороших ребра, шестерка занимает и семерка одно хорошее ребро. Поэтому получается, что мы отдаем не больше единиц, чем есть хороших ребер. Получается, что мю штрих, хотя бы мю от В минус К штрих. Значит, вершина В входит в К минус Л три грани. Это понятно. Потому что всего К грани, а их Л четверок. Каждый у них содержит ровно два плохих ребра, инцидентной вершины В. И, естественно, все эти ребра разные, так как две-три грани не могут иметь одно общее ребро. Это мы уже доказывали. Получается, что К штрих это К минус 2К минус Л. А это 2Л минус К. Да. Ну, теперь давайте пройдем в числение. Мю штрих хотя бы мю минус 2Л плюс К. Вот это вычли, да? А это будет К плюс Л минус 8 хотя бы. К плюс Л это С. Ф три на три мы решили не прибавлять. Минус 2Л плюс К. А это 2К минус Л минус 8. Все, наши победили. Это позволит нам отсекать кучу случаев при переборе. Теперь два самых неприятных утверждения. С другой стороны, мне не кажется, они самые сложные. Жень 21. Пусть игрок вершина типа 9, тогда вклад игрока хотя бы 0 исправленный. Естественно, G9 это внутренняя вершина, да? Типа 9 это... У которой К плюс Л, вот эти вот, СС плюс Ф4, хотя бы это 9. А, К плюс 9, то это 5. Тогда мы знаем, что если она имеет тип 6-3, то вычисляем вот это и все сразу хорошо. Значит, остается разобраться со случаем, когда вершина Y это девятка типа 5-4. То есть у него 5 вершин и 4, это 4 грани четвероугольника. То есть у него есть один треугольник и вкладка в вершину 4 третьих. Нам нужна какая-то невозможность... Вот, что здесь лишнее? Невозможность всех конфигураций, в которых Y-ка дает более 4-4 третьих соседям. Ну, давайте докажем, что каждое... Что-то я писал это, видимо, ночью. Что каждая такая конфигурация содержит одну из трех следующих. Y-ка смежна с двумя шестерками, с шестеркой и с двумя семерками по хорошим ребрам, потому что она дает только по хорошим ребрам, и смежна с триадой. То есть что-то одно из этого обязательно присутствует в каждой конфигурации, где Y-ка дает более чем 4 третьих. Ну, давайте же, что Y-ка не смежна с триадой, потому что если Y-ка уже смежна с триадой, то выполняется тройка. Кому тогда может отдавать Y, если у него нет триад среди соседей? Отдавать только шестеркам и семеркам. Вот наш Y. Причем шестеркам она всегда дает по хорошим ребрам, правда? А семеркам она, в принципе, дает только по хорошим ребрам. У шестерки все три ребра хорошие, а у семерки есть плохие, семерка это 4-3. Но мы отдаем семерке только по хорошим ребрам. Если Y смежна только с одной, значит, надо посчитать, как она смежна с шестерками и семерками. Если она смежна только с одной шестеркой и еще что, и еще не более чем с одной семеркой. Две шестерки там нету, то она максимум дает 1 плюс 1-3, это 4-3. Шестерке она дала единицу, семерке 1-3. А потому что семерке мы отдаем треть по хорошему ребру. У нас так надо. А так не бывает. То есть это 4-3, надо больше. Значит, такого не бывает. Значит, если уж либо две шестерки, либо шестерка, и тогда уж сразу две семерки. Потому что 6-7 мало. Значит, следующая версия. Это 6-6 или 6-7-7. А еще, может быть, что вообще нет шестерок. Тогда должно быть 5-7, чтобы 5-3 отдать. А 5-7 не может быть, там 4 хороших ребра. Даже 3. Это для шестерок было. Я максимум здесь написал единичку. Шестеркам иногда она дает не единичку, а 2-3. Но я написал здесь максимум, не больше, чем единичку. Мы с запасом действуем. То есть, что надо разобрать три случая. Семерки всегда третий, да. Случай первый 9, 5, 4, иначе пишут, потому что других нет, 6 и 6. Как это все может быть расположено? А вот пусть их смежно с х и зетом. Эти ребра могут быть соседними, а могут быть не соседними. Соседними, а бороться мы будем по разным случаям, но похоже. Соседними. Вот y, x и z. Тогда здесь 4 грань, и здесь 2-4 грани. Как здесь ориентировано 3-4, так или наоборот, не имеет никакого значения уже. Когда это не соседние ребра, тогда есть 2 четверки. Здесь должно быть еще 2 обязательно четверки, потому что у шестерки нет треугольников. И треугольник вот тут так и торчит. То есть в картинке обращается 2. Давайте с ними будем бороться. Нет, в этом случае все в порядке. Там есть реальный случай. Так, дальше давайте мы на какие-то соседние. Тогда мы из графа, естественно, убираем изнутри этой кракозябры x и r и z. И а, d, g, а, d, g мы стягиваем. Почему можно? Смотрите, а и d, они все соединены 3 путями, да? А это даже 2 путем. И между ними по циклу, вот по этому крайнему, везде хотя бы 2 вершины есть. Надо, чтобы можно было стянуть, требуется, чтобы было хотя бы 2 вершины по циклу, иначе нужно особо думать, что иначе лему не применишь. И чтобы был путь длины не более чем 3. Ну, кун есть. Значит, мы можем такой бантик сделать. Это же не бантик, а это как это, знак химического загрязнения. Вот. Что нам нужно, зачем нужно следить? Чтобы все диагонали четырехугольников, которые есть внутри, оказались либо диагонали четырехугольников в стянутой картинке, либо смежными. Но это АН, вот он, да, АЦ, порядок, и wireF, порядок. Ну, а после этого, что, значит, этот граф получается более маленький, чем наш исходный, да? И этот граф, он меньше, и его, значит, можно покрасить. Девять раскраска есть. О, шесть раскраска есть. Теперь, значит, мы возвращаем сюда и можем докрасить Y. Почему? Потому что у него 9 запретов, при этом 2 нет, а еще 2 совпадают и 3 одинаковых. Тогда получается 5 запретов в кассе Y, потом легко докашиваем Z и X, потому что у них есть совпадающий запрет. Второй случай, когда X не соседние ребра, вот так они расположены, тогда мы, значит, не можем стянуть. Мы здесь стягиваем отдельно A и G, отдельно C и F, вот так. Это симметричная картинка. Почему вы можете стянуть A и G? Потому что между ними есть 3 пути, здесь 2 вершинки хотя бы, здесь еще больше. Даже после стягивания здесь будут хотя бы 2 вершинки, да? Потому что, как мы эти стянем, это все равно будет вот эта вершина и эта, так что можно будет стянуть и после. Также можете вот C и F, поэтому. И что же мы имеем? Здесь мы имеем вот такой вот бантик с треугольником посередине. Нам нужно посмотреть, чтобы у нас грани четырехугольники не пострадали, у которых диагональ между вершинами большого цикла. Это AH не пострадало и CE не пострадало. После этого мы вклеиваем обратно. У Y было 9 запретов, X и Z отсутствует. C совпадает с F, минус 1 запрет, A совпадает с G, минус 1 запрет. Того 5 запретов, после чего легко украсим X и Z. То есть нам нужно так посклеивать, чтобы у X и у Z было по экономии, а у Y должно быть четверная экономия, то есть еще две. Какие две соседние грани на этой картинке? Ну я имею в виду, почему не может C уже совпадать с, к примеру, F или C? Нет, не может она совпадать, потому что тогда будет такой треугольник, а треугольника нет. То есть здесь... Все эти вершины обязательно разные, мы же доказали, что у нас между такими вершинами даже не может быть пути длины не более чем 2 по внешности. У нас было утверждение номер 7. Сейчас мы найдем. Только оно было в прошлый раз. Вот оно, самое трудное утверждение, мне кажется. Если есть цикл, берем две вершины на нем. Ну, совпадение тут не раз... Совпадение... Если совпадение, то этот путь замыкается вообще в короткий цикл, которого не бывает, это утверждение номер 5. Но он не может быть непростым, если такие вершинки на таком цикле будут совпадать, которые недалеко расположены. Там-то цикл простой, потому что вершинки не могут совпадать из-за того, что они близко расположены, а у нас нету короткого цикла. Если мы вернемся к 21 утверждению... Где оно тут? Ой. То никакие вершины этого цикла совпадать, конечно, не могут. Вот. Разве что... Даже А и Е не могут, потому что если А и Е совпали, то вот раз, два, три, четыре, да? Да, ну, в общем, этот цикл простой, потому что между любыми двумя его вершинами через внутрь есть достаточно короткий путь. И они совпасть не могут. Если они совпадут, то будет цикл длины не более чем четыре, у которого внутри все плохо. Наверное, это тоже стоит дописать. Если я сегодня выживу, у меня там еще просто работка есть, то напишу. Я просто переживаю, что завтра я могу забыть. Какие есть тонкости. Значит, следующая вот эта конфигурация. 9, 6, 7, 7. Значит, Ирик смертен с шестеркой и семерка с двумя семерками. Из Ирик выходит три хороших ребра, в любом случае, потому что у Ирика что? У него четыре четверки и одна тройка. Эти два ребра плохие. Хороших ровно три. Это 6, 7, 7 в каком-то порядке. Либо шестерка средняя, либо нет. Вот картинка А. Это когда шестерка крайняя. Сейчас, мне кажется, шестерка средняя. Это Ирик Х, З. А, так, секунду, неважно. Да, Ирик Х. В общем, просто мы не... Суть в следующей. Мы не будем рисовать все три вершины. Нам достаточно двух из них. Сначала мы рассмотрим случай, когда ребро Ирик Х это крайнее хорошее. У нас три хороших ребра. И либо ребро, ведущее в шестерку крайнее, либо нет. Ирик Х, когда оно крайнее. Тогда рядом с ним Y, Z ведет в семерку. И картинка как слева. У семерки вот эту вот штуку можно переориентировать наоборот. То есть ребро B, Z можно провести в C, Z. Это не имеет значения. Не будет иметь значения. Все равно у нас А и D стянутся, и это будет треугольник. То есть единственное, у семеров всегда вот этот вот несимметричный хвостик можно по-другому делать, но это без разницы. Так. И второй случай. Ирик Х среднее хорошее ребро. Тогда соседнее крайнее хорошее ребро ведет в семь вершину. И опять ориентация семь вершины на Z не имеет значения. Вот Y, Z. И единственное, здесь переставляются по-другому эти грани. Единственная разница вот здесь. Значит, что мы делаем тут? Мы по-любому одинаково будем стягивать. Сейчас. Опять же на этих картинках, наверное, надо так и доказывать, что никакие вершины надо? Надо. Я с вами соглашусь. Сейчас будем доказывать. Да, это картинки на самом деле буквы здесь одинаковые, просто повернуты по-другому, к сожалению. Но различаются в кусках этих окрестностей. Ну, все вершины этого цикла не могут, конечно, сопоять друг с другом. Потому что, опять же, между любыми двумя из них есть достаточно короткий путь. Посмотрите внимательно. Длины максимум 4 вот до такой только. Сейчас. Или вот это с этой, может быть, конечно. Несли бы ответить, не совпало бы F и J. А они пофигу ли нам на это, кстати? А на это, я думаю, что пофигу. Нам важно, чтобы не совпадали A, D и H. Ну, A и D совпасть никак не могут. Там будет кратное ебро. A и H совпасть никак не может быть треугольник. Эти точно не могут совпасть. Тоже понятно. Значит, мы стягиваем A, D и H. A, D и H. Вот так. Тут везде есть 2. Тут есть 3. Тут есть 3. Поэтому они совпасть не могут никак. И между ними не может быть... Они не могут быть ни концом диагоня 4 грани, подтверждение 7, ни соединенным ребром, подтверждение 7. Поэтому стягивание операция корректная. Теперь, что мы делаем здесь? Здесь у нас F, E. А эту вершину я не проставил. Это G, наверное. И смотрите. Здесь нужно, чтобы G, E. Чтобы мы уважили G, E. Ну, вот мы его уважили. Я добавлю всю эту букву. Оно осталось диагон... Это осталось... Это как была 4 грани, так и осталось 4 грани в этом случае. Где еще проблема может быть? А, I. А, I хорошо. Здесь хоть B, D, хоть C, Z. Все эти вершины, вот они здесь попали сюда. Это аналогично здесь. А, I тоже аналогично. Вообще этот кусок аналогичен. Проблема здесь. Здесь у нас будет... Будет FH вместо ЖЕ. Но FH стала вот такой диагональчик трехугольник. Так что проблем не возникло. И в любом случае, это красится. Теперь смотрим сюда, расклеиваем обратно. Y имеет четыре запрета. У него два совпадения и две вершины не покрашены. Мы красим Y, потом красим Z. У него одна не покрашена и два совпадения есть. А потом уже X. Здесь аналогично. Просто хочется всегда вычленить кусок картинки поменьше, чтобы уже все получить. Вот 6, 7, 7 недостаточно, потому что если 6, 7 противоположно, ничего бы не получилось. Но в этом случае 6, 7, 7, значит, здесь 6, 7, две соседние. А тогда одинаково делается. И 9 плюс триада. Пусть девятка Y смежна с триадой. С центром X. Обе восемь вершины триады. Мы знаем, что они 4, 4, потому что 6 не смежно с 5, 3. Значит, ребра обязательно хорошие. Вот у нас кусок триады. И мы нарисуем не весь этот кусок. Вот, скажем, триада A, X, Z. Тогда Z восьмерка, X шестерка. А тоже восьмерка, но мне она не нужна. Я нарисую только вот этот кусочек. Центральная вершина триада и одну из крайних. Тут, кстати, в любом случае, триада занимает одну из двух некрайних четырех граней, правда? Триада вообще занимает что? Почему? Триада это три последовательных... Это... Сейчас, секунду. Да. Четыре грани у нас четыре. Раз, два, три, четыре. Эта грань не может заниматься триадой, которая рядом с треугольником. Потому что тогда G не может быть восьмеркой типа 4, 4. Значит, триада занимает либо эту, либо эту. Одну из двух таких граней, в любом случае. Неважно, аку это симметричные картинки с поворотом, да? Значит, можно решать, что она занимает вот эту вот грань. И рисуем только этот кусок триады. Z вот сюда, и вот X сюда. Но только это интересует. То есть, картинка в этом случае вообще единственная. Потому что триада занимает не крайнюю грань, а этот кусок триады, эта вершина, нас просто не интересует эта восьмерка. Теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим стянуть ADG и стянуть H и K. Давайте задуматься, почему это все возможно. H и K. Вот между ними вот так, так, так. Вот этот случай как раз B из утверждения. Самый мерзкий случай. Случай B из утверждения 7. Что нам нужно? Потому что, чтобы и J было ни с чем не смежно внутри, кроме вот этой штуки. То есть, из нее одно только ребро выходило. А из I ни одного ребра внутри не выходило. Сейчас можем быстренько глянуть утверждение 7. Потому что это содержательный момент. Вот. Вот картинка B. из X только в Y, из V никуда. Да? Там так и было. Плохо держит. Ну вот. Значит, получается, что H и K склеивать можно. По утверждению 7. Опять же, везде, нигде не сказано, что они не могут совпадать вообще. Это надо будет мне добавить. Ну... Никак не могут. Не могут, потому что это вокруг одной вершины, которая не вершина. Да. Это даже вообще понятно. Мы предполагаем, что это вершина. Но важно, что удовлетворяет пункту B утверждение 7. Поэтому мы не можем... Они не могут быть ни соединенным ребром, ни быть диагональными четыреграми. Значит, H и K поклеили. Теперь ADG. А они тоже, конечно, не совпадают, потому что около одной восьмерки они все. Вот. ADG. ADG. Теперь смотрим на них. И что мы видим? Мы видим, что A и D тройкой срединые. Эти тоже тройкой. А эти даже двойкой. Значит, и между ними везде есть подвес каждой стороны на цикле точно. Значит, мы можем ADG поклеить. То есть, означает, что между ними нет вот этих вот ни ребер, ни диагоналей. Тогда мы можем это склеить, это склеить. Рисуем такую картину. Она меньше. Квадратики одинаковые, уголки одинаковые. Сначала красим Z. Нет. Сейчас. Сначала красим все-таки Y. Да, Y можно покрасить. У Ирика у нас два совпадения. Два совпадения – это минус 2. И еще минус Z и X у него бы запреты. Минус 4. 9 минус 4 и 5 красится. Сейчас, а почему ADG сохранилось? Что? Почему сохранилось ADG, если я не делал? Ну, ранее диагонали надо. А-а-а-а, простите. ADG сохранилось. ADG, говорите, не сохранилось? ADG. Вот ADG. Ах ты, стоп, блин, дальше. Я неправильно скрину, что ли? Да, ADG-то не сохранилось. Я подумаю, дело в том, что я этот ряду несколько раз переделывал. Все упрощаю, упрощаю, упрощаю. Видимо, да упрощался. ADG-то, вот молодец, спасибо. ADG-то вообще не сохранилось, да? А вот это, ADG, вот это. Эх. Ну, вот Z по-любому надо три вершины, чтобы было. Здесь мы можем клеить только HK или... И это без разницы, только HK мы можем здесь поклеить. Черт, неужели придется таки рисовать еще кусок восьмерки? Знаете, как не хочется? Давайте-ка, пока я на секундочку отправлю этот слайд на доследование. Я точно... Просто я помню, что раньше я рассказывал этот... Этот слайд был длиннее, но мне казалось, что я нашел более короткую картинку. Ну, или мы вернемся к этой картинке в конце лекции, если останется время, хорошо? Да, Z. Это по-любому будет исправлено. Да, да, спасибо. Ну, вроде только ADG, да? Ну, вроде ADG. DF порядок. Этот C... Здесь ничего нет. AC порядок. А вот ADG уехали в космос. ADG. А у нас была восьмерка 4,4. То есть, здесь еще вот такая штука есть. Надо было, видимо, ее нарисовать и склеивать не A, а вот T. И тогда A выки... Нет, A выкилывает совсем не хочется. То есть, можно было бы, конечно, вот так и так далеко. Нет, так не было бы далеко. Ни сюда, ни сюда, ни сюда. Если вместо мы A взяли бы вот эту точку. Это как дежурный вариант, наверное, подошел бы такой. Поставить точку A здесь, а эту выкинуть. Выкинуть все эти, всю эту четыре грани. Тогда у этой восьмерки, кто бы у нас был, у нее было бы один, два. Вот смотри на восьмерку. В чем мы ей вообще помогаем? У нее две вычитаются так и две так, да? Это много даже, четыре. Восьмерки, видите, не нужно, на самом деле, вычитать так много, Оля. Мы вычитаем две за счет этого и две за... А, и одну за X. Три не надо вычитать по-любому. Потому что начинаем украсить с девятки. Девятки, это есть две. Если мы A отправим туда, то, конечно, проблем с четырегранями не будет. Если вот туда что-то склеить. Но тогда что у нас с восьмерками? А шестерка X. Значит, надо будет кратить сначала восьмерку и эту. А у нее та вершина уже нет. Ладно, буду думать. Как-то это по-другому, видимо, делось. И главное, ребро-то вот так не проведешь. Отсюда может выходить черти знает чего, да? Андрей. Сходу не видно, где вот. Надо пересмотреть все записи, которые у меня есть. Андрей. Вот так. Так вот, надо думать, как переклеить по-другому. Но простора-то у нас нет, потому что нам хочется склеивать те вершины, между которыми хотя бы две, понимаете? И мы не можем. А нам нужно обязательно брать вот эту. Подошло бы еще одну из вершинка приклеить, в принципе. Может, почему не приклеили и к А, интересно? А сейчас, а как вы приклеите крест-накрест к К-А-А-Ж и И-А? Нет, К-А-Ж. Я предлагал К-А-Ж не склеивать вообще, а вместо этого И подклеить сюда. К-А-Ж как-то так себе удовольствие. Если я сюда подклеиваю еще И. Вот, поэтому я не могу подклеить И. А я не могу подклеить ни к Ж. А-Ж я тоже подклеить не могу. Я могу только И из них подклеить, но от И до Д далеко. И мне очень не хочется еще один кусок, который уже не 7 писать. Значит, надо смотреть, что делал Бородин в этом случае. Я не все делал, как он. В общем, отложу-ка я пока 9 после триада. Поехали дальше. Понятно, что кроме этого все разобрано в девятке. Остается еще одно не очень приятное утверждение 22. Да нет, кстати говоря, с Костей могли бы и не успеть. Запаса по времени нет. Еще и дырку буду сейчас затыкать. Заткну до сегодняшней ночи, я думаю. Берем вершину В из J10. Тогда ее тоже не отрицательно. Это самое уже такое осталось, потому что после этого останется... 11, 19, 13 будут без перебора и так далее. Они будут оптом сделаны без всякого перебора вообще. Вот 10 не получается. Значит, если вы имеете тип... Какой вообще может иметь тип вершина 10? 6, 4 или 5, 5? Нет другого варианта. 7, 3 уже... 7 не может быть... 7 в два раза больше тройки с лишним. 6, 4, однако, подчиняется... Ну, 7, 3 бы тоже подчинилась. Вот видите, вот 2х6 на 4 это 8. 6, 4 победили. А остается 5, 5. Значит, вклад у нее двоечка. Потому что если 5, 5, то это 5 четырехугольников. Никакого в F3 на 3 нет там. Зато у нее 10 минус 8. Ровно двойка. Значит, нам нужна такая невозможность тех конфигураций, в которых выдают более двушки соседям. Ну, сейчас тоже не найти такую конфигурацию, в которых выдают больше, чем два соседям. Давайте перечислим конфигурацию сначала без триад. А потом с триадами. Ну, тут у нее 10. У нее еще больше стало неприятностей. Значит, без триад. Три шестерки. Каждой шестерки можем отдать две трети или два, неважно, да? Но если хотя бы одну единичку отдаешь, то уже перебор. Три шестерки. Двумя, две шестерки и семерка. Так, давайте я объясню, почему, если нет трех шестерок, то... Сейчас. Но если есть больше, чем четыре шестерки, то есть и три. Если есть две шестерки, да, и нет ни одной семерки, то две шестерки максимум двойка, не хватает. Значит, и так, в случае, когда две шестерки или больше исчерпываются. Если одна шестерка, тогда должно быть четыре семерки, потому что четыре семерки это четыре трети, а одна шестерка максимум получается. Три шестерки, семерки не выйдет. А если нет шестерок, то даже пять третих будет максимум. Из всей семерки. Да. И исчерпает. Теперь триада. У нее, у этой десятки, пять хороших ребер. Да. Каждый триад занимает два, мы это знаем. Значит, может быть, максимум две триады. Да. И получается, что если есть две триады, то мы даем две. Остается еще одно ребро. Ну, давайте отсечем в случае, когда есть шестерка и триада. Это будет один случай, а другой будет две триады и семерка. Да, такие все. Потому что иначе, если есть две триады и шестерка, то есть триады и шестерка. Вот их и разберем. О-о-о, хоть бы в них не было такой проблемы. Лучше всегда расправить одну проблему, чем две. Ну, не должно быть. Спасибо за внимание. Я раньше, вот, в восемнадцатом году, я не помню, когда это дошло. Возможно, у меня было, был другой. Значит, разбираем. Первая, десять, пять, пять, три шестерки. Был такой, да. Ну, нам так много и не надо этих шестерок. Значит, VX, VX, VZ – это три последовательных ребра. Или два ребра и одно с хвостиком, с шестерками, да. А вот все нужны. Вот, значит, V – наша вершина. И шестерки могут быть либо вот так расположены, либо три подряд. Если они расположены вот так вот, то мы будем клеить H, A и D. И главное, чтобы значит, что здесь все вот в порядке. Ой, что-то я даже волноваться стал. Ну, VX может быть не в порядке. Ну, A, I будет в порядке, естественно, и A, C будет в порядке. А вот это вот, здесь G и E надо последить. Но G, E – это диагноз трехугольника. Вот. В этом случае мы вот это дело красим. Переносим обратно сюда, на эту картинку. И понимаем, что у V, что у нее есть? У нее есть три пустых и два на совпадении. Считается пятерка. Значит, V можно покрасить. Потом легко покрасим эти Y, Z и X, потому что у каждого есть совпадение. Второй случай, когда они подряд все трое, значит, мы тут будем клеить C, F и A, H. Так-то склеить их можно, вот как у нас здесь с четырехугольниками. Во-первых, вот эта вот штука, H, F, по-прежнему будет в четырехугольнике. Только теперь четвертая вершина будет B. Поэтому H, F по-прежнему диагональ. А еще есть A, I – это понятно. Еще есть A, C – A, C. Диагональ. Да, это диагональ. И еще есть C, E – это тоже понятно. Единственное, не совсем понятное было вот это H, F, но вроде с ним все в порядке. Потому что это вот это теперь. Ну, теперь то же самое. Здесь есть экономия 1, 1 и еще 3, 5. Значит, красим V, а потом легко докрашиваем эти три штучки. Так, кто у нас следующий на очереди? 6 и 2 семерки. Вот они. Тут я отдельно разбираю, когда эти ребры средние и соседние. А то уже проще будет. Итак, 10, 6, 6, 7. V смерена с шестерками X, Z и семеркой Y. Значит, смотрим на ребра VX и VZ. Это две шестерки. Это могут либо соседние ребра, либо нет. Да. Вот. Если соседние VX и VZ. Сейчас, если они не соседние. Ага. Я наоборот сделал, да? Да. Да, VX и VZ не соседние. Да. Да. Так вот они расположены. Да. Теперь, что у меня еще есть? VY. А почему мне вот это? А это VY, по-моему, не может быть. Сейчас я вспомню. Почему? Да. VY может быть либо вот это ребро, либо вот это ребро одно из двух. Это симметрично. Эти два симметричны, а это другое. Давайте рассмотрим оба. Когда вот так вот, 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 тета Y, то есть одно из двух, не между X и Z, которые, значит, мы хотим склеить ADH в одну точку в этом случае. Проверим, почему это корректно все. Главное, склеить-то их можно. Здесь везде пути 1 и 3, и 2, это ладно. Проблема, как мы уже видим в таких деталях, четырехугольники. АДЖЕЙ есть. И даже КАЙ есть. КАЙ-то зачем? А, другая ориентация. Вот Толя молодец. Да, и КАЙ есть, и АДЖЕЙ есть. Поэтому, независимо с этой ориентацией, все корректно. Так, теперь АЦ. АЦ не проблема. А, это, нет, ЖЕ, ЖЕ тоже есть. А, АФ нам не очень-то и нужно. Но ЖЕ есть. Вроде в порядке. Ну, тогда, значит, мы что делаем? Мы вырезаем всю эту внутренность, вот так красим, переносим сюда. АВ, у нее два совпадения, три вытянута, пять можно. Потом красим семерку, у нее одно и нет, и одно совпадение. Красится, а потом уже шестерки левой ногой докрашиваются. Слышишь, когда они подряд, ИКС, 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 вот так расположены. О-ох. Здесь достаточно только ДФ проверять, потому что иначе симметричные ситуации. Только ДФ. А, вот из этих двух. Здесь мы распространяли так квадратно. Но ДФ есть. Но здесь и ЦЕ, и ДФ есть. Вот они симметричные и есть. Да-да-да, вот эта картинка, тут все есть. С этой штукой не проблема, АС тоже не проблема, и АШФ тоже не проблема в этот раз. А вот КАЙ. А КАЙ мы специально добавили. Смотрите-ка, интересно. О-о-о. Вот что мы тут сделали, какие мы хитрые. Видите? Вот тут внутренность, вот мы можем добавить КАЙ. Иначе бы и четырехугольника не было, да, а был бы пятиугольник вообще никому не нужный. О-о-о, все хитро. И потом склеили, да. Вот вроде как, ну, процедура склеивания тут корректная. И такая, раз-два-три, и такая, раз-два-три. Мы переносим. Теперь, увы, есть две пары совпадений и три непокрашенные. Потом красим Y, у которой есть... Так, а я ее-то буду красить. А, у нее есть X, Z. У нее нет совпадений, зато у нее есть две непокрашенные. Тоже можно. А потом красим X и Z, у них есть совпадения. Получается. Но это еще не все. Есть случаи, когда ребра VX и VZ соседние. Вот он. Ах, VX и VZ. Тут есть два способа создавать 7 вершину. Она может быть напротив и рядом, да. Если напротив, вот оно, значит, тоже какая-то картинка мне не нравится. Нужно внимательно посмотреть. Мы тогда клеим A, B и E. Тут, когда 7 вершин нужно A, B и E, клеить нужно много. И А, И. Клеить-то их можно, за этим я внимательно следил. А вот нет ли там случайно какой-то неприятности? Давайте-ка проверим. Вот здесь должно быть K, A и G, A, да. А вот они. Они обе здесь. Видите, это пришло в треугольник, все в порядке. Теперь дальше двигаемся и видим вот это вот CE. Есть. Но аналогично, наверное, и GE есть. Ну, возвращаем сюда. Видим, что, увы, есть два совпадения. Вообще, увы, есть три непокрашенных. Раз, экономия. И еще две. Большой запас. Красим V, потом красим Y, у которой... А, нет! Y надо красить. Вот не так. V большой запас. А у Y... А, нет, все в порядке, можно и так. У Y есть еще BH совпадает. Короче, обе они красятся, а эти тем более красятся, по-моему, да? Здесь совпадение, здесь совпадение есть. Вообще не проблема. Теперь есть случай какой, когда у нас соседние VX и VZ и VL тоже рядом с ними третий. Вот такая картинка, здесь где YD или YE, по-моему, пофигу. Тут картинка чем-то похожа на прошлую, вот на эту, да? Мы в этом случае клеим A, I и C, F. И добавляем ребро между этими двумя вершинами. Давайте смотреть. Это явно можно, A, J, да? Вот оно стало. А, C тоже порядок. Вот оно стало, да? Теперь здесь CE и DF, они оба есть. И вот здесь что у нас? Вот это вот И, J, IG, вот он. А H, C нам даже, честно, и не очень нужен в этом случае. Ну, докрашивать как? Здесь две, запас двойной. Потому что там три клеили, а здесь две, а здесь запас двойной. Но, тем не менее, V красится. Три отсутствуют, две совпадения. V красим, потом рекрасим, у него нету X и совпадения, потом X и Z красим, у них есть совпадения. Сейчас, стоп. Красим Z, у него нету X, потом красим... Нет, нет, красим крас X, у X нет совпадения. Да, у X нет совпадения, у Z есть. Красим обязательно X перед Z, а у Z совпадения есть. Ну вот, что там дальше? Следующее-то у нас, какие мы разобрали случаи? Это вроде разобрали. А, 6 и 4 и 7, ну это какой-то простой, наверное, случай. Да, это простой случай. О, а какой? С 6 вершинами X и 4 и 7 вершинами. Тогда с одной стороны... Да что я могу сказать? Все эти... Это 5 ребер, да? Да. 4 и 7, в общем, у меня есть 3 нарисованы. 4, надо здесь добавить еще одну. Тогда они занимают вообще все хорошие ребра. Да? Значит, с одной стороны от VX всегда есть в UZ. Четырмя семерки. 6... 6 совершенно, это единица. 3 семерки, это еще... Единица. Да. А 2 нормально. А 4 семерки уже 4 третьих. У нас была двоечка у Мю. Мы трем семеркам по рублю, рубль вместе отдали, по третий. И поэтому четырьмя все-таки. А, да. Все у нас есть. Вот она. Поэтому я сюда добавлю еще плюс 7, чтобы не смущало нас это. Вот это, да? Значит, есть 2,5 ребра VX, VX и VZ. Это вот так. Такое точно можно найти всегда. Я вот такое ищу. И теперь я изготавливаю бантик. Я буду клеить все эти 4 точки вместе. Тут везде есть пути короткие. Значит, их все, любые 2 из них можно поклеить вместе. Теперь что мне нужно проверить? Мне нужно вот здесь проверить. ЖАЙ. Ну, Ж это, это теперь. ЖАЙ есть. ДФ. Ну, они все симметричны, небось. ДФ это вот это. Здесь в обе эти ИИ и Б... Да, БД и АЦ есть. АЦ и БД. И тут тоже... Тут это аналогично. Вот это в этом треугольнике. И ЛЖ и КА. Ну, вырезали всю эту фигню. Теперь, увы, у нее 3 совпадения и 3 этих. У нее, честно говоря, даже запас. УВ есть. Легко. Потом красим Z. И последним из них Y. Но у него совпадение и нет X. А у X совпадение. Красим все. Уже начинает приедаться. Главное, что вот когда у меня приелось, я не заметил тонкость этой чертовой триады. И знаете, Оля, я уже боюсь подходить к следующим двум триадам. Что у нас дальше еще осталось? Туда будем смотреть. Шестерка и триада. И... Да? Да, шестерка и триада. А, но если есть одна триада, то... То, да, то семерки не хватит. Значит, две триады и семерка. Потому что и триада и шестерка. Сейчас. Если есть одна триада, она собирает единицу. И оставляет еще два ребра на сумму. Да. Больше не надо приплатиться в одной триаде. Да. Поэтому, если есть триада одна... Если есть триада только одна, то есть шестерка. Если триада две, то... Что-то. А если есть шестерка, то есть триада и шестерка. А, ну да, конечно. Это мы вроде с вами уже обсуждали. Вот. А и все. А дальше нет перебоя. Ну, если повезет, то здесь будет порядок. Давайте внимательно смотреть на эти триады. Итак, пусть вы смеете с шесть вершиной икс и триадой. Значит, тогда я отражаю, что существует две возможности расположения триады относительно икса. А, вот эти два рисунка. Давайте мы это смотреть. Из триад нас интересует не все, а шесть вершиной икс и одна из восемь вершин дублевая. Давайте смотреть. Вот Vx шестерка. Вот она. Триада занимает два, по-любому занимает два ребра, да? Да. Значит, это может быть либо противоположные два ребра. Вот, Vy, это же кусок триады, да? Это может быть либо противоположные иксу два ребра, либо нет. Да. Да, иначе никак. Значит, потому что икс не пересекается с ними. Это другая вишина совершенно. И смотрим. Вот противоположные два ребра, это вот так обязательно тогда. H тоже восьмерка, но я опять нагло рисую H. Я боюсь, но будем делать, будем смотреть, что получается. Мы здесь подклеиваем АКБ, АХКБ и ЦФ. И выкидываем всю эту внутренность. Смотрим. АШКБ и ЦФ. Клеить таких, наверное, можно. АШК нормально, АКБ нормально, АШБ нормально, ЦФ нормально. Вот так, например. Проблема в диагоналях. Я в деталях, а проблема в диагоналях, да? Что мы здесь видим? Мы видим H, Джей, да? H, Джей есть. Дальше. Это нас не пугает. А вот К, А. Есть. Вот этот дальше, да? ЦЕ есть. И, наконец, H, Ф. Есть. Вот тут, значит, все в порядке. Ну, тогда, можем ли мы размножить эту дрянь обратно? Интересно, с десяткой, получается, есть лишняя вершина, которая позволяет сделать то, что не позволяет с девяткой. Блин, ну ладно, я придумаю. Как бы не пришлось просто дорисовать черную вершину триаду, очень не хочу. Смотрим сюда. Что мы тут видим? Мы видим, что у В, у В, два совпадения и два совпадения, и трех не хватает. Десять минус пять, это пять. Значит, В мы можем покрасить, потом будем красить. Что у нас там восьмерка, W. Что у нас с восьмеркой? У восьмерки есть экономия два, и еще нет третий Y, красим. Ну, а шестерки-то, это же как-то тут совпадение-то есть, шестерки, ну, как-нибудь. Второй случай, когда у нас вот это ребро VX, и триада занимает соседнюю четыре грани, вот эту. Но в этот раз X шестерка, W, восьмерка, мы вон ту берем в этот раз. Так, клеить мы будем кружочки друг с другом, это H, K, B опять. А здесь мы клеим G, D, а не, а там мы клеим C, здесь G, D будем клеить. Ну, попробуем, посмотрим, как мы их поклеим. Тут везде пути есть, не проблема их поклеить. Тут пути есть, не проблема поклеить, проблема может быть в диагоналих. H, G есть, K, A, есть, B, D, есть. E, G, E, G есть, да? Да. Ну и хорошо, G, E, вон наверху. Сейчас. H, H, G мы проверяли? Да. Да, вроде есть все. У V мы видим экономию двушек на совпадениях, и еще три на этом. V, Y, X. Красим V, теперь W, у нее опять трешка на совпадениях. Ну, это очень похожая картинка, тут чуть-чуть по другому. B, K, H прекрасно покрашены. Ну, что? Y, наверное, надо, а, Y шестерка. У нее совпадение на шестерка, и у X так же, их нет проблем. Да, сейчас. Вы здесь там проводили пятиугольник в диагонали, а почему эти решения не совпадали? Какие? Где? В предыдущих. Здесь? Нет, когда пятиугольники были, и... Вот это? Да, вот это. Мне надо... А, И, Ц, Ф, что не совпадение, молодец, логично. А, И никак не могут совпасть? Да. Тут коротко. Ц, Ф. А, И не могут совпасть, да. Да, Ц, Ф. Что я там соединил-то? Нет, это вот здесь, это вот здесь вот. Но все равно А, И не могут совпасть, Ц, Ф не могут совпасть никак. Так нет, надо сказать, что А, И, Ц, И... А, А, И, Ц. А, И, Ц точно не могут совпасть? А, И, Ф? И, Ф тоже, вон, у нас совпали, здесь получился треугольник. Да, ну да, и все четверть подальше. Это все четыре вершины этой. Вот здесь. Но это опять же все вершины, окрестность этой вершины. А, да, они не совпадают. Так. Да, вот это мы проехали. Да, это тогда была одна триада. Две триада. Семь вершин и две триада. Тут получается проще. Триады не могут иметь общих вершин. А, ну две триады. Они занимают четыре ребра. Значит, семь вершин это пятая. Одна конфигурация тогда обязательно. Три занимает триадами четыре ребра. Пятая в икс. Ориентация семь вершин явно не имеет значения. Но мы сейчас еще проверим. Вот этот икс. И вот две триады. Мы от них такие куски оставляем. То есть Y и Z шестерки. Мы берем еще наши части W и U. Да? Да. А это тоже восьмерка. И, видимо, вот это еще восьмерка. Ну, нам наплевать на это. Сейчас взяли U в качестве... Да, U восьмерка. Ну, U тоже восьмерка, но мне это не важно. Да. Значит, я хочу поклеить N, K, B. и подклеить G и J. Вы еще не хотите к N. А, E хочу подклеить. Ух ты, блин. В, N, K, E. Но, однако, от E до K близко. И до B от E. А вот от E до N-то. И четыре для нас. И три. Сейчас, а почему у него... В самом случае с 7, по-моему, это было. То есть, если пустим 4. А там был такой? То есть, если у него появление на 3, и на 4, как это было? Так тогда, может быть, и то годится. Помните, мы с вами сейчас... Нет, там путь длины 4 не было прямого пустили. Ну, а если доклеить, то-то сгодится. Если приклеить еще. Сейчас. Смотрим. Давайте проверим на всякий случай. Доверяй, но проверяй. Путь длины 4 был с 4 внутренние вершины. Надо, чтобы было хотя бы... Хотя бы по 4 вершины по краям. Да, путь длины 4, хотя бы 4 вершины. 3 внутренние вершины, хотя бы по 4 по краям. И путь строго внутри должен быть. Ну... А здесь строго внутри есть. Но строго внутри мы как-нибудь добавим сейчас. Вот это, вот это, нет, вот это. Да, вы здесь строго внутри. Нас интересует путь между Е и Э, да, вот 4. И тут вообще овер дофига их, по-моему, да? Запас большой. Значит, эти 4 зверюги мы можем поклеить. А теперь аж... Ну, эти 2 точно можем поклеить. Никаких проблем. И что же мы получаем? Смотрим просто по краю, идем. КМ. Вот это КМ. Не проблема. НА. Тоже не проблема. Много поклеили. Так, БД. Не проблема. Да. Не надо. Е, Ж. Есть. Вот здесь. Ж, А, и Ж, А, Ж. Ж, А, Е, Ж. Вот, это треугольником стало. Это вообще такая штука, в таких ситуациях, это треугольник, тогда нет проблем. Да. А здесь КМ. КМ уже проверяли, нет проблем. Здесь у нас появится, что... Что все покрасится. Да. Ну, что же, мы выкинули в этот раз как-то очень уж много вершин. Ну, сначала, наверное, с В-шки. Да, у В-шки мы имеем одно совпадение здесь и одно здесь. Вычитается две. И три машины у нас есть. И еще Z, W, и X. Отлично, выкрасится. Потом я предлагаю красить восьмерки. Они независимы друг от друга, видимо, пофиг, как. Вот Y. Ой, украсим. У нее не хватает X и Y. И еще у нее вот это дело. С ней порядок. Ага. А как же с W быть? У нее не хватает Z. И три. И три совпадения. Вот поэтому тут надо три, да. А потом подходит. Тоже подходит. Значит, можно накрасить и Z и U. Ну, а теперь оставить эти мелочи. У мелочи есть совпадение. Этого достаточно. Да. Все, перебор кончился. Нет, не кончился. Одно случай осталось. Да, еще один. Так, ну мы вернемся к нему. Сейчас как раз будет немножко времени. Так, пусть теперь чуть-чуть схребну. Что-то я заговорился. Значит, я отдельно докажу движение по G11, но перебора здесь не будет. А все остальные будут вообще чисто в числительную. Итак, пусть вывешены G11. Тогда миштрих от V хотя бы ноль. И вправлю вклад. Ну, хорошо. Если это 11 бывает 7,4, это должно быть не более чем... Не может в два раза меньше, чем это. Значит, 7,4 годится. Но дважды 7 минус 4, 14 минус 4 явно больше 8. Остается... Да, даже десятка. 6,5. 12 минус 5 будет 7. Вот это надо проверять. Тогда мю это 3 плюс 1 на 3. 6,5 вот нарисовано. У нее один треугольник есть. Было бы 3, еще 1 на 3. Значит, когда вообще может более чем с трешкой расстаться? Только если есть 4 объекта передачи. А у нас здесь хороших ребер 1, 2, 3, 4. Значит, это плохие. Значит, оно должно по каждому ребрам передать. Тогда это явно G6 все. Там триадом и не пахнет. Новая... А потому что триад занимает 2 хороших ребра, и она одна. Она неэкономна у нас. Значит, все шестерки, но тогда R и S получают от V по 2 третьих. А, то есть 2 хотели... Да, да. Ну и все. 24. 12 вершины хотя бы 0. Тут ничего не надо рисовать, но немножко напротив 5. Но теперь это все просто. 7,5 может быть. 8,4 не может быть. Это... А, 8,4 почему не может быть? 8,4, наверное, так же точно. А, неважно. Если 7,5... То есть 7,5 или 8,4. Да, вот 9,3 не может быть. 8,4 вроде возможно. Ну, сейчас мы это... Какая разница? Да, 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 да. Еще сильнее. 7,5. Просто напишу или. Ну, это не стрёмная ошибка. Стрёмная ошибка там. Тогда мы применяем утверждение 20. Значит, сейчас. Э-э-э-э-э-оп. Значит, тогда остается только в случае 6,6. Значит, все шесть инцидентов в V-ребрах хорошие. Это, конечно, плохо. Оно может много отдать. А не от V, это четверка. В вклад четверка. Значит, она должна отдать 5 или 6,6 объектам. Триадам или малым вершинам. Триад занимает 2 хороших, малая вершина, одно хорошее. Если она V передает 6 объектам, то к 6 малым вершинам, может быть, да? Да. Тогда каждая получает не больше, чем по 2 третих. Да. 6 и 2 третих будет 4. Если 5 малым вершинам, то 3 из них не крайние, получают не больше, чем по 2 третих. И получается 2 плюс 3,2 третих. Это опять 4. Ура. А теперь триада. Она занимает 2 хороших ребра, значит, должно быть 1 триада и 4 шестерки. Но тогда шестерки опять получают не больше, чем по 2 третих. Одна отряда и 4 шестерки, а если 2, то 4 ребра и страсятся, а у 2, то останется. 2 тряда и 2 шестерки еще, возможно, да? А 2 тряда... Не-не-не-не-не, 2 тряда это 8 ребра. Это 4 ребра. А. 4 ребра и 6. Ну и 4 объекта передачи. Максимум 4 отдадим. А, да, все вот сюда. И, наконец, если хотя бы 13, то все хорошо. Ну, тут 2 к минус 3 должно быть больше равно 8. Хочу я доказать в этом случае. Так, что-то, 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 почему-то строчка. Ну, больше равно, чем 8, которая... Это вот строчка, я случайно написал здесь два раза. Это, как говорится, один раз скопируешь, два раза, да, ну, сейчас. Просто строчка повторил. Вот так должно быть. Если 13, тогда хотя бы 2 раз 7 минус 6, потому что это больше. То есть 6-7 не может быть. Потому что это явно не меньше. Это хотя бы 8 по-любому. Если 14, то если не случай 7-7, то все хорошо. Тогда уже k хотя бы 8, и уже все хорошо. Значит, остается случай, когда 14 и 7-7. Тогда это шестерка. И плохо может быть только, если передаем 7 объектам. Но 3-1 занимает 2 инцидентных в ребра, правда? Значит, все 7 объектов, их все 7. Даже малые вершины, так они получают по 2 третьих, и все отлично. Если хотя бы 15, то k уже хотя бы 8. И все. Все. Я даже написал, ура, это преждевременно. Сейчас я попробую вернуться в эту картинку. Ну, наверное, сходу надо разбирать, что там делал Бородин. Но Бородин, знаете, он писал о многих случаях, что все аналогично. А не все они так уж сходу аналогичны для меня, например. Потому что Бородин, например, не употреблял утверждение 20, которое, в общем-то, сокращает перебор вот этого утверждения. Он этого не употреблял. Он просто описал, что те случаи очевидны. Но они правда очевидны. Я хотел, что общее из них вычленить. Так, а где у меня проблема-то была? Триада. 9 плюс триада. Вот это случай, да? Да, здесь... Нельзя так делать. Было... Джей Аш. Не, не Джей Аш сейчас. А Джей. Вот это ребро. Пробую я ее нарисовать на картине. Вот, получится. Хоть на записи останется хорошая штука. Ну, у меня вообще тройка из рисования была, и зачерчение тоже. Это же я не руками рисую. Так. Триада. Ну, триада попробую использовать полностью. Вот это Y, Z, X. А это будет тогда не A, а, скажем, W. Эти будут восьмерки, это шестерка, да? А вы из них треугольник рисуете? Я хочу еще это добавить. Я просто начал с четырехугольника. У Y, Y это... У него здесь треугольник, да? А здесь у нас обязательно так. Раз, два, три, четыре. Вот так вот, да? Четырехугольник. Так. W же у нас кто? А потому что я не хотел A употреблять. А, понятно. А у меня для этого Z. XZ. Здесь еще две вот так, да? Да. А Z четверка. Вот так она. А это шестерка, да? Значит, вот так получается, да? Нет. Лажа какая-то. Это не так. И с W сюда. Вот так вот, да? Нет, это не так. А, ну да, так, наверное, если... Так. Теперь старая нумерация сохраняем. Это будет C. Это будет A. Теперь... Нет, что-то не так. Что-то здесь не так. Или так? Ну, это так. Ну, когда я здесь нарисовал... А. А напротив W. Вот в чем дело. Вот это A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Вот. И кого теперь можно из них клеить? С одной стороны, у него для этой вершинки нужно... Нужно, чтобы было две пары склеенных. Потому что... А, нет. Теперь у них пропадает три. Можно и одну пару, в общем-то, склеить. Сейчас, где-то от триада. Какая-то с триадой? Триада это V, X, Z. Это две восьмерки. Это одна шестерка и две восьмерки. Да, вот триада и... В, да, просто одна триада. Здесь ничего больше нету. Шесть, девять, пусть триада. Ну, я должен склеить... Как я могу пытаться красить? Например, Y. Дюблик вот так. Значит, у X нужно какие-то две бы. Ха. Если у X две склеивать, то только эти. Или их скрасить раньше. Теперь. Ну, попробую что-нибудь нарисовать. Тут по внутренности везде хорошие пути. А нет, раз, два, три. Тут нельзя четверкой. Эти с этой нельзя клеить. С этой можно. Ладно, надо спокойно поразмышлять. Порисовать картины дома. Но так клеить нельзя. Естественно, можно ли не добавляя все-таки этого угла что-то заклеить-то? Боюсь, что нет. Потому что у нас у Y... У нас есть девять, восемь и шесть. У восьмерки по-любому нужно... Что мы здесь восьмерки склеили? Мы здесь склеили три их, что ли, сразу? А восьмерки-то мы сколько... Так, у вас... А почему нельзя просто здесь склеить так же K и H? А не будет, конечно, удалено, но... Кому понравится сам сейчас? Вот я тоже не знаю. У X... А X как? А X сейчас... У Z ему нужно два удаления и еще X. Но X-то мы тоже не можем покрыть, если я никто не совпадает. С другой стороны, A и G есть у Z. Тут скорее уж... Точка B нам не очень... Нет, D тут непонятно зачем, казалось бы. А, D для X нужна. А K, H и C нельзя попробовать? K, H и C. Попробовать-то можно. Сейчас. Ну тогда это бесполезно, потому что C не имеет отношения к... C и K не помогает X. К K и H вообще что-то приклеить бесполезно. Вместо K, H можно было бы взять пытаться J и I. J и J. J и J можно. J и J? Да. Ну вот эту пару... Перевернуть на эту пару. А нельзя, А, J и J здесь вместе? А, J... А, J нельзя. Да, это еще нельзя. Четыре грани. А, четыре грани. Та самая, зараза, которая нам вот здесь все испортила. Вот именно. А H можно клеить. Но даже J нельзя. Тут очень мало места. Не, надо подумать. Мне кажется, к сожалению, придется дорисовывать окрестность вершины А. То есть вот этот горб еще брать. Ты знаешь, что там горбом еще надо думать? Да надо, потому что периметр маленький. Но что-то было написано у Бородина. У него все очень много непонятного в этой штуке. Но я раскопаю. Вот сейчас поеду и буду раскапывать. Ладно, спасибо за внимание. По модулю этого случая мы разобрали вроде все проблемы. Следующие две лекции будут... Будет два планарные графа. Там гораздо меньше перебора и гораздо больше такой структурной подготовки. А я поскольку крашу в девять цветов и не в восемь. Восемь не умеет никто красить. Вот. То конфигурации мало. Грубо говоря, две. То есть там мало вот такого перебора. Там другие трудности возникают. Связанные с тем, что два планарных графа – это не один планарный граф. А два планарных графа не умеют доказывать, что в восемь не в семь? Нет. Я не пытался даже. Я уверен, что семь нельзя. Он тоже не пытался. Семь, ну очень. Ну, было бы не лень на компе. Написал бы какой-нибудь перебор. Наверное, можно что-то... Ну, даже можно руками, может быть. К-8, не два планарных. Вот что я могу сказать. Тем более К-9. Другое дело, что если взять два планарных графа, то можно нарисовать кучу два планарных графа, где минимальная степень девятка. Их куча. Грубо говоря, берешь любой граф, у которого все грани пятиугольники, и проводишь степень не менее, чем три. Такие явно бывают в огромном количестве. И в любом смысле, как говоришь, все диагонали. Вот и привет. Получается, все девятки минимум. Потому что минимальная тройка превращается в девятку. А там... Можно еще мерзее делать. Можно три грани пятиугольника, и еще какая-нибудь не пятиугольник вклеивать можно. Там примеров очень много, где минимальная девятка. Поэтому черт его знает. Но там почти нет перебора этого, зато там есть аналог... Вот так, Оля. Аналог движения семь там сложнее. Понятно. А аналог перебора там проще, и страниц поэтому меньше. Так как у перебора там, считай, нет по сравнению с этим. А аналог движения... А, еще раз хочу сказать. Бородил в своей работе написал следующую вещь. Забавно. Он назвал ее теоремой, хотя нигде не следов доказательствами в его работе, ни вообще нигде. Видимо, это открытый вопрос. Он написал, что если... Вот четыре правильные рассказки плоского графа, это где любая четыре грань, диагонали разные, совершенно разные, да? А он определил еще и К правильную рассказку, где любая К грань аналогично. То есть если... Пусть он даже двусвязный, если у него грань, скажем, пятиугольник, то давайте и четыре пятиугольники, и четыре пятиугольники, и четыре пятишестьугольники. И он написал оценку типа 3К плюс один... Он написал, короче говоря... Сейчас скажу. 3К плюс один пополам. Ему кажется, что нужно 3К плюс один пополам цветов для такой раскраски. Для... А единички 3 плюс один... Сейчас. 3К плюс один... Нет, нет, не то. Пополам. Нет, не 3К плюс один пополам. Ладно, я потом кину. Короче говоря, из его гипотезы оказывается как раз 6. 6 это здесь и оказывается, да? А там оказывается 8 для пятерки. То есть он считает, что именно... Что именно... Что можно и в 8 цветов, если... Но это другое. Потому что... Это неправда, что любой 2-планальный граф сводится к 5-раскраске. Там может быть большая грань, где много диагоналей. Вот. Поэтому здесь все сложно. Но вот он считал, что если просто берешь граф с пятиугольниками, да? И четырехугольниками, то для этого достаточно 8 цветов. Так считает Бородин. Но следов доказательственного факта я не нашел. Так что я подумаю, что это, наверное, не задача, а скорее работа. И у него же есть оценка для любого К. Но мне кажется, что для любого К, что для восьмерка... Вот вы увидите, как я доказывал, для девятки, для 2-планарного графа. И становится понятно, что если именно брать 8-раскраску... ...планарного графа, это все-таки более частный случай намного. Там некоторые мерзости невозможны конфигурационные. То есть не конфигурационные, а вот... ...инфраструктурные. Не конфигурация запретная там, а там другое. Так что, не знаю, может быть и можно 8 цветов именно такие частные случаи раскрасить. Но это вопрос, который не равен задаче. Я все-таки считаю, что задача на спецкурсе, я должен понимать, сколько она решается. Или иметь источник, где это решено. А там источник, где это сформулировано. Я бы сказал, что это открытый вопрос. То есть девятку понизить до восьмерки, но в частном случае. Вот так. В следующий раз нас будет больше. Обещали... Костя обещал точно приехать. Вот. 17-го. 10-го не уйдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok